Всем доброго дня! Меня зовут Марьян Колесник, и мы с вами продолжаем семинар по возвращению частей души. И сегодня у нас уже третий, завершающий день, уже много чего пройдено, какие-то открытия, может быть, каждый сделал для себя, какие-то научения пришли от духов, какие-то новые идеи, или, может быть, что-то вспомнилось давно забытое. И если у вас есть вопросы, да, по тому, как мы, что мы уже прошли, что с нами было, да, как с каждым из нас, так и с группой, да, то сейчас время, перед тем, как я буду еще рассказывать, время для вопросов. Вы только сказали, что части все не уходят, когда, ну, у тебя как умирает, когда говорят, жили долго, счастливо, и умерли в один день. Это значит, часть может и перетянуть за собой. Ну, может ли человек, который ушел, да, в мир мертвых, да? Да, пришел туда, там. У меня и дядя жили при этом. Когда умирает, в том числе, то все, вот, людей, за ним прямо, ну, как бы... Достаточно быстро, быстро по времени. Ну, я не знаю. Ты знаешь, ну, в принципе, может быть, ну, как бы здесь скорее связь, может быть, конечно, и через части души, да, но здесь должно быть, ну, то есть в этом нету власти человеческой особо, да, и, ну, здесь скорее сложились такие обстоятельства, да. Вот, потому что здесь скорее будет вот такая, ну, то, что я про это знаю, что когда, ну, кто-то близкий тоскует сильно, да, и там часть души, если осталась у этого человека, ну, его будет скорее тянуть туда, но, ну, как бы, вот, совсем уйти, ну, это очень... Ну, то есть это должна душа сама принять решение, да, и должно сложиться, ну, то есть то, что не в ведоме человеческом, вот, то есть, ну, здесь тянуть может сил, ну, человека может быть мало, который остался здесь, да, то есть, ну, если особенно большая часть души того, кто ушел, то вот такое может быть, но вот чтобы это... до ухода физического отсюда, да, это не во власти человеческой, не во власти тех частей, все-таки оп, задумались, какая тема пошла, да, у нас с утра, да. Ну, конечно, возвращение частей души, они, я уже говорила про это, но еще повторюсь, оно очень завязано с работой с землей мертвых, да, потому что... Ну, вот тоже я вам говорила, что иногда, когда человек болеет, да, на грани жизни и смерти, часть души может уйти в землю мертвых, когда кто-то из близких уходит, да, или человек, может быть, даже не близкий сейчас, но был близкий когда-то, да, у вас были какие-то значимые для вас отношения, и человек уходит, совершает приход в мир иной, а при этом, ну, у вас, ну, как бы, ну, начинают, может быть, посещать мысли и об этом человеке, и о том, как это будет там, ну, то есть вас начинает тоже почему-то эту тему волновать. Да, такие, ну, такая связь есть. И здесь, конечно, тоже мы возвращаемся к тому, что как нам сохранять собственную душу в цельном состоянии, да, в том, чтобы она была такой вот наполненной, без отколотых кусочков, И, соответственно, чтобы мы могли пользоваться своим ресурсом, который нам дан в полной мере, потому что это только наши ресурсы. Поэтому важная часть этой работы – это как мы сохраняем собственную целостность, как мы сохраняем собственную душу целиком, как мы с этой темой обходимся в жизни. И особенно это важно при любой шаманской работе, психологической, можно сказать, целительской, потому что особенно те, кто много работает с другими людьми. С одной стороны, чтобы мы не вкладывали душу, то есть мы можем вкладывать энергию, которая у нас в избытке, потому что шаманские практики – это труба, через которую идет различная энергия. Но в то же время важно не вкладывать в свою собственную энергию. И у нас вчера уже была работа на эту тему. Может быть, она что-то прояснила для вас, открыла для вас какие-то моменты, потому что часто это происходит неосознанно. Мы совершенно не думаем, что вот здесь мы можем терять энергию, мы вообще про это не думаем, а мы теряем. Может быть, у вас есть на эту тему какие-то тоже наблюдения и комментарии, или то, что вы открыли для себя вчера. И это, может быть, важно будет для круга, потому что мы вчера с вами так очень мягко прошли эту часть. И особо не акцентировались на том, что нужно делать, чтобы, вот уже не звучало это в круге, что нужно делать, чтобы быть в ресурсе. То есть не всем иногда понятно, что такое быть в целостности, да, или в ценности. Вот быть в ресурсе, быть заполненным своей собственной силой, силой своей души и силами животных, силой, которые окружают нас. Да, вот это значит быть в ресурсе, в целостности, то есть если объяснять это понятие. Вот, может быть, у вас тоже сейчас еще что-то появляется, появляется, или возникли какие-то вопросы, еще что-то. Нет, ну это как раз действительно так, с людьми работаешь, я помню. Когда я, ну, довольно давно еще работал, так, не очень опытный был, да, там специалист, ну вот работал в клинике, и там было очень странное такое явление. У меня вечером были флэшбеки, просто буквально там вот, ну да, там очень яркие, понятно, что это ментальный образец, я думал, что они ментально, они очень яркие, почти до навязчивости, связанные там с предыдущим днем, с работой с какими-то людьми. Это было очень непростое состояние, они просто так вот, да, там один за другим всплывали, особенно вот в это время сумерек, да, оно такое переходное, вот, и поэтому, конечно, это вот техника безопасности, она очень важна. Ну, то есть, и техника безопасности, она важна, чем с более серьезной работой, да, мы работаем, ну, как мы встречаемся, с более серьезными случаями мы встречаемся, тем более такая, ну, осознанное должно быть отношение к технике безопасности, да, все, что дают нам духи, как в таком путешествии, да, как мы делали, пролонгированном, да, что мне делать, чтобы сохранять себя в ресурсе, в свою душу, в целостности, да, это вот такая общая рекомендация, но, конечно, перед каждой работой, да, важно спрашивать, что еще, ну, то есть, какие есть указания от наших духовных помощников вот для этой конкретной работы, и вам могут давать и специальные инструменты, вам могут давать и специальную одежду, и бывает, подготовка начинается за несколько дней, когда вам говорят, там, вот такую еду вам конкретно, как тот, кто работает, нельзя есть такую еду, да, или наоборот, нужно есть такую-то еду, какое, часто у них бывает даже указания по помещению, в котором, ну, идет работа, ну, например, если вы там в нескольких центрах, или у вас нет своего кабинета, вы снимаете, они говорят, вот там можно, а вот там нет, да, потому что вы, когда приходите, вы начинаете настройку уже с места, да, вы договариваетесь с духом места, ну, в смысле, имеется в виду помещение, может быть, организации, да, что здесь вот сегодня будет проведена вот такая работа, и, соответственно, заранее в путешествии вам могут дать, если уже какое-то место не согласно или не подходит по той или иной причине по своему энергетическому наполнению, то вам вот это все прям четко и ясно расписывают, потому что, ну, это действительно очень важный вопрос, потому что у нас нет цели, помогая другим как-то растрачивать себя, да, у нас и так в культуре, к сожалению, очень мало внимания обращается на то, чтобы человек был в ресурсе, да, в том, чтобы он жил наполненной жизнью, с радостью, с удовольствием, да, то есть у нас этого очень немного, и особенно это важно для помогающих практик, для помогающих профессий, вот, так что вы тоже, да, вчерашнее путешествие вспоминаете, это вот на такое время, такое путешествие важно периодически делать, особенно если вы работаете с другими людьми, да даже если вы не работаете с другими людьми, в таких бытовых отношениях, какой-то вот кто-то вчера говорил, да, что кто-то там накричал, да, начальник накричал, еще что-то, у нас у всех очень разная чувствительность, и могут маленькие кусочки души откалываться даже вот от такой ситуации, да, периодически полезно делать такую практику перепросмотра, да, но все знают, вот у Кастанеды есть практика перепросмотра, но она такая достаточно, ну, серьезная, очень глубокая, очень там, четкие шаги, есть у Кларисы Пенколы Эстас практика перепросмотра, и, в принципе, на основании вот этих двух практик, я с духами делала практику перепросмотра, когда вы возвращаетесь до какого-то периода, да, смотря либо на какую-то сферу своей жизни, да, где я теряю, например, в отношениях с другими людьми, да, то есть вот, и прямо вы возвращаетесь до какого-то периода, туда идете, под звук губнов путешествия, собираясь намерением собрать, разрешить ситуации, связанные с этой темой, например, с темой отношений, или с темой семьи, или с темой партнерства, или с темой сексуальности, с темой отношений с деньгами, своим делом с работой, в принципе, вы идете и собираете вот энергию, доходите до определенной точки, да, как вам могут духи указать, а можно там идти, ну, сами обозначать период, ну, в конце года хорошо делать, просматривать предыдущий год, да, можно смотреть на более далекие периоды, если вы эту практику не делали, и она помогает тоже жить в ресурсе, в целостности, да, собирая что-то, потому что мы проскакиваем иногда какие-то моменты, конечно, очень явные сильные моменты, ну, в которые вот случаются значительные потери души, конечно, мы эти моменты отмечаем, да, но вот есть еще много незначительных, куда утекает наша энергия, наше внимание, и их можно собирать и наполняться, да, тем, что по праву принадлежит нам. А ты знаешь, ты когда просматриваешь, ты идешь тоже с животным силой, или с учителем, соответственно, ты идешь, и тебе в каждой ситуации показывают что-то, а, вот здесь вот кусочек энергии остался, вот какие-то слова прозвучали, и как бы ты просишь их закрыть эту ситуацию и возвратить тебе твою энергию, а там оставить, ну, как бы вот то, что там, другая сторона, или где-то там на улице, ну, то есть ты прямо, вот они тебя ведут по тем моментам памяти, по тем моментам, которые были, и с намерением вернуть свою собственную энергию и закрыть эту ситуацию, чтобы она уже не фонила никак, вот. Ну, то есть эта практика, в принципе, она есть тоже на сайте в описании семинара, перепросмотр, ну, если нужно будет, я более конкретно поясню, да, то есть я вот такую вот практику периодически для себя делаю, ну, перепросматривая моменты. То есть сейчас вечерняя молитва, она тоже собирает? Да, 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 ну, конечно, хорошо, и вечерние, допустим, да, можно, и вечернюю молитву, когда вы проходите по дню, это вообще самая лучшая ситуация, когда вы из каждого дня сразу, уходя в ночь, забираете, да, так что вот. Можно и таким способом, да, это он такой более, более шаманский, можно сказать, потому что, ну, вот Кастанеда там и Клариса Пинколоэстас, да, «Бегущие с волками», то есть там вот это, и вообще Клариса писала, что у женщин в традиции в период полнолуния было принято как раз просматривать предыдущий лунный, ну, как бы вот от полнолуния до полнолуния, ну, как бы от этого полнолуния к прошлому просматривать, и это было в традиции, что женщины это делали, да, они просто уходили в уединенное место, да, «Бегущие с волками», да, «Бегущие с волками», там про это есть, ну, совсем чуть-чуть, буквально вместо этих строчек, а? А где она подробно выглядела? А, подробно она, ну, вот, ты знаешь, вот мне хватило вот этих двух строчек, чтобы мои духи развернули мне, как это надо делать. Там у нее описано, что женщины в период полнолуния уходили в какое-то уединенное место на природе, да, лучше всего, где есть текущая вода, потому что она в этом помогает, да, потому что она тоже вот как раз текущая, по времени текущая в том числе, вот. Вот, и перепросматривали, возвращая свою энергию. Они возвращались, да, и они возвращались в общество, ну, то есть в семью, там, в деревню, где они жили, в общину, уже совсем в другом состоянии, да, то есть это такое, ну, не знаю, это не профилактика, можно назвать, да, но это вот регулярные действия, которые направлены на то, чтобы быть в ресурсе, жить в состоянии наполненности, вот. Вот, и нам, ну, вот эта важная часть этой работы, да, не важно, там, для себя, для другого человека, да, и часто, кстати, вот, ну, мои духи после завершения процесса исцеления дают человеку рекомендации, да, периодически, ну, просматривать что-то, потому что значительная часть души возвращается, ну, еще могут быть какие-то осколочки, еще что-то, ну, то есть какие-то, в каких-то ситуациях что-то, чтобы вот вернуть это, да, и то, что вот мы вчера делали, да, в принципе, это тоже практика призыва частей души, которую вот мы делали, которую мы еще сегодня сделаем, потому что некоторые не смогли, но мы сделаем сегодня в таком варианте, здесь, перед открытым окном, вот. Вот, а это практика тоже, ну, вот, да, ты же сказала, да, что тебе духи сказали, что вот эту практику надо делать, там, сорок дней подряд, да, чтобы возвращались вот эти части, да, потому что, ну, видимо, много. Это вот как тоже вид перепросмотра, да. То, что много, насколько они на так быстро не придут, то есть, как-то время они услышали об этом. Ну, да, это уже тогда уже более серьезные кусочки, да, потому что услышали и подумали, это как раз вот тема, ну, вот того, как мы сегодня, процесс исцеления, который будет, да, и смотрите, когда вы идете, то есть, с запросом для другого человека, очень часто, что душа, часть души, которую вы встречаете, она, ну, совсем не в таком состоянии, да, то есть, она может быть напуганная, она может быть очень недоверчивая, она может быть такая, ну, вот, не надо, я не хочу, да, то есть, потому что обида или, ну, чувства, ситуации могут быть очень серьезные, да, она может, ну, то есть, там может быть и даже глубокий, там, страх глубокая, вот такая, может быть, печаль, может быть, злость, то есть, там может быть очень разные состояния. Недоверие очень много, да, и вы, ваша задача, да, вы вступаете в переговоры, вы рассказываете, что человек, раз у вас есть запрос, да, то есть, вы помните, что мы никогда не работаем без запроса, но здесь у вас уже есть запрос, и человек хочет вернуть эту часть души себе обратно, да, потому что она его, и, ну, это плохо, когда есть такой раскол, и вы просите, соответственно, вы договариваетесь, вы начинаете договариваться, бывает, что с нами, как с человеческими существами, они не очень хотят договариваться, и тогда присоединяются ваши духи, да, или ваши духи говорят, там, что можно, там, дают подсказки, дают что-то, ну, такое, и, ну, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, они соглашаются, да, а бывает наоборот, особенно если места, в которых часть души оказалась, ну, очень такое, ну, не знаю, как сказать, не самое лучшее в нее, да, там, бывает, бывает они там вот просто прыгают, вот, буквально на руки, то есть такое, такое, ну, там, к такому тоже будьте готовы, что только заберите меня, да, я готов, вот, там, где она оказалась, гораздо хуже чем-то, даже там, где она была, да, ну, откуда она ушла из той ситуации, то есть вот настолько, но это тоже зависит от нашего состояния, да, в котором мы были тогда, да, бывает, что когда человек говорит, а, мне больше вообще ничего не надо, да, или вот, и если это сопровождается какой-то глубоко сильным эмоциональным состоянием, тогда вот оно может уйти вот в какое-то такое место не очень подходящее для живой человеческой энергии, потому что часть души это живая человеческая энергия, которая... То же самое я говорила, да, может быть, и сегодня у меня, когда я ходила утром в предварительное путешествие, мне сказали, что вернется, с некоторыми частями души могут вернуться животные силы, да, вот, то есть будьте к этому готовы, а может вернуться изначально, вот бывают такие случаи, когда возвращается животная сила, и потом часть души, ну, как бы, вот оно прокладывает дорогу, то есть такая ситуация тоже может быть, то, что часто животная сила уходит, когда, ну, вот значительная часть души уходит, животная сила сопровождает ее туда, потому что, ну, в разные локации, и животная сила может быть там охранять его, там оберегать, ну, то есть наблюдать, и им там веселее вдвоем, и там, ну, намного проще, да, то есть помогающая энергия, это может быть одно из основных животных силы, да, то есть скорее всего тогда в этом случае у вас два животных силы, может быть, три. Ну, вот. А, вопрос, что получается, если приходит вместе с частью души животная сила, да, то есть нужно... Что делать, ну, и надо ли что-то делать потом дополнительно для взаимодействия с этим животным силам, которое пришло? Надо ли что-то делать для взаимодействия с животным силам, которое пришло, да? Да, надо, нужно идти к нему внутрь к себе, в путешествие, спрашивать, да, там, основное, оно, в чем оно готово помогать, как с ним взаимодействовать, налаживать контакт, то же самое, да, да, ну, вот, как с животным силам, которые тебе приносят любым другим животным силам, да, только здесь нужно выяснить, это основное животное силы, оно дальше будет с тобой идти, или это животное силы, которое, ну, вот, пришло помочь, то есть оно оберегало по той или иной причине честь души. Точно так же, как важно сходить в путешествие после, поствактум, к принесенной душе, с запросом, с вопросом, что мне нужно делать, чтобы ты стала со мной снова единым целым, да, чтобы эта энергия, ну, как бы, объединилась с нашей и, ну, вот, соответственно, стала снова единым, ну, как бы, цельным, цельным состоянием, вот, чтобы эти таланты, ну, то есть, вот, да, потому что часто бывают, ну, вот, ситуации, когда, например, уходит часть души, которая не очень принимается, там, она активная, она такая боевая, она пробивная, она такая вот, у меня такая энергия, горящая такая вот, и эта энергия может не приниматься, ну, воспитанием, да, когда вот, то есть, ну, когда, ой, ну, тебя слишком много, ты слишком яркая, ты слишком быстрая, ты слишком шумная, да, и когда вот эта энергия приходит, Но мы иногда очень удивляемся, смотря, ой, это я так делаю, это я так, да, я изменилась И потом постепенно все приходит в такой общий баланс Да, у вас проявляются эти качества, ну, как можно назвать, пробивные, да Но они проявляются в нужный момент А вначале вы можете пытаться, ну, то есть она будет пытаться проявляться прям очень То есть это такой процесс интеграции, взаимодействия, потому что она другое В другом состоянии уходила, когда вы были в другом состоянии Потому что не всегда уходят части, которые связаны с печалью, с чем-то таким То есть такие тоже есть, но бывает, что откалываются И часть, когда, ну, вот у меня в луфте была работа, когда слишком, ну, как-то очень ярко радуешься, очень ярко Нельзя быть такой яркой, все И эта часть, ну, то есть ее несколько, много раз не принимали Бывают ситуации, когда в период полосозревания девушка становится девушкой То есть вот это не принимается, да, и ей не принимается, и окружением Если в традиции это были праздники, да, праздновали, когда девочка становилась девушкой, да То есть это вот праздновала семья, праздновали все женщины, роды, общины То есть и это было, то есть для нее это был такой, ну, переход очень важный И для меня было очень удивительно, когда мы были на Селегере несколько лет назад И там у нас была такая команда многодетных мамочек с детьми, ну, то есть там вот нам давали потяпки И одна мама нас на какой-то день собирает всех женщин, ну, там, мужчины практически не были, говорит У моей девочки вот это вот началось, и я вас сегодня зову всех праздновать Для меня это было вообще просто, ну, как я понимаю, наверное, 80% нас там было человек, ну, 8-10 И она купила торт, и мы праздновали, и дети, и это было, ну, вот это мне, единственный раз в моей жизни была вот такая вот ситуация И девочка была очень гордая, она была такая, вот я теперь вот Не то, что там, в большинстве это ужас-ужас теперь, да, ну, как это говорится Да, и скрывают, или там, ой, ну, теперь проблемы, теперь каждый месяц тебе Ну, то, что обычно говорят, да, там, ну, о-о-о Ну, да, судя по улыбкам, вижу, что покивание голов, что все знают Вот, о чем идет речь Вот, поэтому здесь очень, ну, то есть, какая часть, да, и может быть такое случится, что вы даете один запрос, да, например Вернуть часть души, которая там в 25 лет, там, во время такой травматичной ситуации А духи вам говорят, да, эта часть души потеряна, это точно Но сейчас важно вернуть вот эту, по какой-то причине, потому что она может сейчас легче адаптироваться Потому что сейчас эта энергия нужна больше Ну, то есть, вот здесь тоже доверяйте им, да, то есть, вот, они вас могут привести, то есть, они вас приводят ровно к той части, которая готова вернуться сейчас Вопрос, а можно провести такую практику, ну, вот, по возрастам, то есть, каждый год вернуть, типа, те части души, которые в определенном возрасте Потому что мы что-то помним, что-то не помним Да Да, 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 ну, это вот как перепросмотр с вот этой, да, можно взять такую практику и сделать И может быть хорошо, если вы, например, с кем-то из группы, да, ну, или с тем, кто из людьми сообщества, кто уже тоже этот семинар проходил, кто в теме Будете работать, ну, как бы вместе пойдете, потому что это будет взаимная поддержка Да, и здесь, ну, можно, важно и будет, вот, помощь, вот, что есть, поделиться Можно самостоятельно, на самостоятельную работу всегда нужно чуть больше ресурса Но можно обращаться, там, вот, к группе, может быть, мы можем сделать круг, например, такой, да, шаманский круг по такой теме Ну, то есть, это все А если, допустим, самостоятельно этим заниматься, лучше начинать вот с первых лет жизни, наоборот, идти Ты знаешь, вот здесь лучше всего спросить своих духов Да, то есть, учителем, соответственно, учителем, либо животная сила А с чего мне, я хочу вот эту практику начать, с чего лучше начать и как, да, ну, с такой, получить генеральное указание основное А дальше уже идти по кусочкам, ну, может быть, тебе скажут, там, с кем, вот это можешь делать сама, а вот на это нужен круг, да И тогда ты кидаешь клич в сообщество, что, люди, мне нужна вот такая, вот, у кого откликается, кто готов И вот, соответственно, сейчас уже достаточно большое сообщество, то есть, есть уже Это уже не то, как было, там, в девятом году, там, даже в пятом, ну, в пятом году, кстати, Анжела когда была, то есть, было Ну, до таких тем мы не доходили, мы только так это осваивали, что вообще, как здесь, вообще, в шаланских практиках можно работать на себя Понятно, ты говоришь, что души могут быть в разных состояниях Да, души могут быть в разных состояниях И смотри, получается, что если какой-то есть травматический эпизод, то происходит потери души, там, очень много эмоциональных состояний сразу меняется Я такой радостный, там, еду на машине, еду на дачу, думаю, как хорошо, попадаю в ДТП, да У меня, соответственно, вот эта вот часть, которая связана с радостью, с ней не в порядке, да, я уже не могу так радоваться, потому что, ну, тревога Да, сейчас усиливаю чуть-чуть, но, в общем, логика-то такая Потом у меня злость на того деда, который внезапно тормознул, ну, эта часть тоже у меня оказалась, я ее тоже не разместил, я ее тоже поддержал, да Потом какая-то растерянность, то есть, там менялись очень много-много эмоциональных состояний, да, от позитивных, которые там, как бы, от неудившихся надежд, до негативных, которые тоже, ну, не удалось как-то, как-то, да, там тоже приходилось всегда там сдерживать И не факт, что я это все достану, да, может, какой-то страх будет или еще что-то Вот по твоему опыту, в каком, да, вот как-то в каком состоянии, то есть, как бы, и та часть, которая с радостью потерялась, и та, возможно, и та, которая со злостью Вот по твоему опыту, как тут вот, в каких они чаще состояниях бывают? Ты знаешь, ну, вот, чаще, конечно, они бывают в состояниях, ну, вот печальные, вот в таком случае, то есть, чаще, да, это больше не, ну, как-то не принимается И большая часть души уходит все-таки, когда, ну, какой-то сильный, ну, такой тромботический опыт, который не может быть и признан, и интегрирован, ну, на тот момент. А в то же время хочу у вас обратить внимание, например, если вам показывают ситуацию, которая, ну, вы видите, понимаете, что, например, это инцест, или это какой-то серьезный, ну, прям серьезный инцидент, серьезный. А вы выходите, вас это может потрясти внутри самих, как человека, да, и духа. Вот здесь вот очень важно сохранять бережность и такую очень внимательность клиенту. Не надо вот это все, то есть, да, даже если вы там увидели, вот, что вы там увидели, что вы там слышали, почувствовали, да, не надо сказать, что, да, часть души будет возвращаться из такого-то периода, она связана, то есть, вот здесь вот эти вот, они скорее человека будут, ну, будет, может быть, здесь страх, может быть, вот здесь прям очень бережно. Да, мы можем видеть гораздо больше, чем мы говорим, да, то есть здесь прям будьте очень тактичны, внимательны, бережны, потому что это тоже часть, важная часть работы, да. Да, чтобы не проводить, ну, здесь невозможно практически ретро-магнитизация, но чтобы, ну, человека поддержать, да, вспоминаем о силе крафта, да, то есть сила крафта, она работает вот так. Да, то есть, а это добавление, ну, да, или особенно если мы сами, ну, эпатированы или как-то мы потрясены, да, вот этого вот категорично нельзя, я очень редко ставлю какие-то жесткие границы, но здесь я говорю, вот это нет. То есть будьте бережны и к себе, и к человеку, и к опыту, потому что очень по-разному, очень разные опыты встречаются, да, с которыми мы работаем. Здесь важно быть бережным, да, и какие-то части можно, ну, то есть, вот сказать, в такой очень аккуратной, очень мягкой поверхностной форме, не вдаваясь, да. Воспоминания придут, но они придут вместе с той силой, и у человека уже достаточно у самого силы, чтобы это интегрировать. И помните тоже мы вчера говорили про круг поддержки, про группу поддержки, да, в серьезных случаях, ну, вообще во многих случаях я спрашиваю, есть ли кто-то в вашей повседневной жизни, кто может, когда-то, кому ты можешь рассказать об исцелении, кого ты можешь позвать на круг исцеления, да, кого-то из родственников, из друзей, или кто-то из круга, у тебя есть доверие, уже какие-то дружеские, такие вот приятельские отношения, кому ты можешь рассказать про это, да, потому что это, ну, важная часть поддержки, это важно, чтобы вот принесенная часть души снова с вами стала единым целым. Да, то есть это вот так же, так же важно, как и то, чтобы быть бережным с человеком во время работы. Может быть, еще какие-то вопросы есть, или что-то сейчас поднимается, да, когда вот прям, ну, я чувствую, как энергия так прям собирается для работы, то есть вот поле готовится, все, духи здесь уже все. То есть послушайте, может быть, что-то еще вам важно, ну, вот сейчас знать, узнать, услышать, или еще раз для себя прояснить, потому что очень часто, когда у вас есть этот вопрос внутри, чаще всего он есть еще у кого-то, вы стесняетесь и не думаете, а может, не надо. Такой вопрос, вот у меня есть, когда у меня есть души, и я два дня после этого чувствую себя очень спокойно, то есть так спокойно, как вообще, вот, не помню, какой-то такой был. Я обрадовалась, ну, вот, наконец-то, вот эта тревога, не все, но потом, а через два дня эта тревога, она, наверное, была с новой силы. Хотя все было сделано, чтобы все-таки вот это соединение произошло, чтобы все это было экологично, и обстановка была создана, и все. То есть о чем ты говоришь, о том, что ресурсы появились в тех же новой истории, или же все-таки это часто летело? Знаешь, вот здесь надо, конечно, в конкретном случае смотреть. Ты ходила после этого, то есть обычно после того, как нам принесут часть души, мы всегда идем к ней в путешествие, да, ну, то есть в ней общение внутрь, уже в свой внутренний мир, да. Чтобы спросить, что нужно сделать, чтобы, вот, понимаешь, это первая часть. И вторая, обычно практик шаманский, который работает с тобой, он в предварительном путешествии, ну, или в путешествии, когда он приносит эту часть, ему говорят, то есть часть говорит, там, допустим, я хочу киевский тортик, там, мне не купить, ну, то есть там может быть разный, то есть я сейчас вот, там, разный, я хочу покататься на самокате, там, или еще что-то, покажи мне, там, красоту, там, чего-то такое я хотела, ну, то есть то, чего хотелось, вот, в том возрасте и не получалось, да. И, ну, мы обещаем, что мы, ну, как бы, что человек это сделает, да. И важно, как на физическом плане делать, вот я помню, там, покупали кукол девочки, платья какие-то, прям, вот, даже к церемонии, вот, самоизвращение души нужно было, вот, определенное платье. Это, кстати, когда, вот, женские девичьи возвращаются, это часто, ну, вот, в моем опыте достаточно часто, есть еще что-то. То есть, знаешь, здесь два фактора должно быть сложиться для такой качественной работы, чтобы тебе предварительно, ну, сказали условия, ну, как бы не условия, а что передали, может быть, животная сила даст еще какое-то указание, может быть, учитель даст. Сама часть души обязательно всегда что-то, ну, она очень часто говорит, что еще необходимо. И ты сама идешь и еще выясняешь, да, что мне нужно сделать. То есть, это уже работа наша, получается, да, чтобы это, ну, тебе важно было, ну, чтобы тебе про это сказали, да, и что это нужно сделать. И у нас сегодня такая работа обязательно будет, да, то есть это вот прям. И они иногда говорят срок, там, в течение месяца, в течение, там, трех дней, в течение этого. Ну, помните, я тоже говорила, что сроки приживания чтей души до полугода, да, то есть вот по опыту Джонатана до полугода. Мой опыт, там, два-четыре месяца. И, ну, вот сейчас у меня, например, есть случай в работе, как раз, который идет, там две части души вернулись, и духи сказали, там, четыре месяца должно пройти, прежде чем возвращать следующие две части. И человек мне буквально вот этот семинар начался, мне вчера или позавчера пишут, что вот я уже чувствую, что мне хочется. Я у духов запросила, быстро они говорят, нет, прошло только там два месяца, да, еще рано, подготовку она может начинать, мы дадим подготовку до следующих двух частей, но сами части души там, после 10 апреля, не раньше, не даем разрешения. Ну, и если они не дают разрешения, да, то, соответственно, ну, нет, я не буду работать, потому что работа там, в мире духов, делают духи. Я как проводник здесь поступаю. Но понятно, что здесь и моя экологичность, этичность, это тоже важный вопрос, да, то есть вот мы сейчас с вами коснулись этики работы, вчера мы касались техники безопасности работы, да, чтобы работой оставаться в ресурсе, да, и наполняться. Ну, скажу, наверное, по секрету, что когда чем больше работаешь в шаманской практике, чем больше через тебя энергии проходит, все равно у тебя эта энергия, ну, как бы становится больше. Да, как вот этот пример, когда мы труба, через которую идет поток энергии, и внутри трубы есть какие-то наросты, есть какие-то что-то еще такие неровные конфигурации, да, и проходит поток света, и, соответственно, из трубы тоже вымывается вот эти вот, то, что нарощено, налеплено, вот, и диаметр трубы расширяется. Ну, то есть вот я в этом несколько лет, и могу сказать, что, да, собственный уровень энергии возрастает, но не за счет того, что я хочу его набрать, потому что это, а за счет того, что становится, труба расширяется, духовная работа происходит, работа с духом. Вот, может быть, еще какие-то есть вопросы? А, ты знаешь, вот здесь, когда вот этот зов, который, да, вот мы сделали, который вот на сайте выложен в открытом доступе, его делать тоже хорошо периодически, и там хорошо давать себе паузы, да, смотри, например, когда вот ты чувствуешь, что вот они подходят, ну, или, может быть, ты видишь, и они начинают заходить в солнечное сплетение, ты потом внутрь обращаешься, обычно таким образом приходят все-таки небольшие кусочки частей души, да, то есть, может быть, в твоем случае это будет то, что ты чувствуешь, что они идут из разных мест, вот они готовятся, они слушают, они начали к тебе внимательно, ну, смотреть на тебя больше, да, как ты живешь, а подходит это, не подходит, да, ну, то есть, они, ну, как бы, вот эта вот часть важна, потому что, ну, никакая часть души не хочет возвращаться в какой-то травматичный опыт снова или в какое-то неподходящее для себя условие, да, ну, то есть, а бывает, что там, ну, я регулярно там ругаюсь с начальником, да, он говорит, нет, а знаешь, дорогая, вот, ну, бывают такие условия ставят, что давай-ка ты посмотришь на свою работу и что-то поменяешь-то, упс, бывает, вот, смотри, ты обращаешься внутрь потом ко всем пришедшим, да, что мне нужно сделать, чтобы вы интегрировались, прям можно с погремушкой тихонечко в течение, там, трех-четырех минут, потому что те, кто пришел на твой зов, они уже готовы интегрироваться, да, то есть здесь, потому что, про что я говорю про каждую, это обычно большие куски души, да, то есть это вот такие более значимые, помните, мы тоже говорили, что они могут выглядеть маленькие, как искорки, чаще всего звездочки, либо разноцветные шары света, ну, вот, по опыту моему и других практиков, а вот такие основательные, они выглядят как мы, только в разном возрасте, ну, или человек, который приходит в разном возрасте, и в разном состоянии, может быть, вот. В технике есть момент, когда, значит, получаешь космическую доску объявлений, в смысле, и логика понятна, и смысл понятен, у меня чего-то от космической доски объявлений, честно говоря, немножко король, нельзя его чем заметить, заменить ее чем-нибудь, космическую доску объявлений. Ну, можно, да, можно, я думаю, заменить, потому что, чтобы это было, ну, как бы звучало для тебя, да, то есть куда это поместить, да, да. Чья это практика вообще? Вот я не знаю, чья это практика, понимаешь, мне ее передала, мы приехали на одну, то есть вот, в баню, там, целить на один из праздников, то ли на крещение, то ли на какой-то вот, ну, такой вот, там, бане с эти, с прорубью, хорошее место, вот. И одна женщина пришла, слушайте, у меня есть вот такая практика, давайте мы ее сделаем. И мы сделали, это было несколько лет назад, почувствовали эффект прям там, ну, мы после бани делали, после очищения тела, вот. Мне духи говорят, ты можешь ее немножко переработать, потому что я ее, ну, то есть, не совсем такую, как взяла, и, в общем, делать. И мы начали практиковать дальше с людьми, и потом я вывесила на сайт, и вот, ну, то есть, я не знаю, я там поблагодарила, кто это сделал, я не знаю, в благодарности, вот, во всем, я надеюсь, она найдет свою хозяину, хозяйку, не знаю. Я там некоторые слова уже поменяли, мне тоже наложились. Космическая доска объявлений мне легла, и как ты, ну, вот, видимо, здесь, да, возможно, нужно будет, что тебе сегодня как раз эта часть еще тоже важна. Вот, поэтому к маленьким кусочкам можно как бы внутрь сходить, вот так вот быстро, а с большой уже, здесь мы просто говорим больше про большой, то есть мы с вами говорим и про то, чтобы быть в целостности, и сам делать перепросмотр, да. Вот помните, я вам рассказывала про спонтанное возвращение частей души, да, тоже. Когда к вам может в путешествиях подходить, ну, вы можете видеть себя в том или ином возрасте, да, вдруг. И, ну, или вот как в твоем случае, да, видеть душу, часть души человека, который уже шел, да. Вот, так что, да, это, ну, то есть это и одна часть работы, и другая часть работы. То есть они, ну, они, хорошо они, когда совместно есть. Ну, и дальше это тоже, эта работа тоже идет периодами. То есть какая-то часть души или какие-то части души приходят, интегрируются, да, и, ну, нам становится достаточно вот этого уровня энергии, нам хорошо, мы можем. Потом что-то у нас у самих набирается уровень энергии, и мы вдруг становимся способны принять следующую часть души. Слушай, иногда мне духи прям в путешествии приводят к частям души, которые, там, вот. То есть у меня такое периодически время от времени случается, несмотря на то, что я уже много лет. Но это не в том, что я вот прям намереваю, там, вот так, да, слушай, а вот тут вот есть кусочек твой. Ну, хорошо, давай. А иногда они бывают, там, ну, вот я вспоминаю одну историю, там, очень дерзкая, вот моя часть, прям дерзкая, подростковая такая, вот, которая. И она очень, это так, а нет, это вот, это что за одежда такая? Нет, давай вот это, хвосты давай завяжем, давай. Вот только тогда я это, если ты сможешь вот эту дерзость в себе проявлять, тогда да, тогда я приду. А если нет, тогда не приду. Ну, или тоже бывает женственное, платье, там, еще что-то. Вот, если сможешь быть вот такой текучей, там, потому что мне это надо, да, это вот мое состояние. Тогда да, нет, нет, я прям, как-то, еще я и с хвостами ходила. И как-то, ну, потом хорошо, когда вдруг в какой-то ситуации, когда раньше ты там промолчала, вдруг эта дерзость тебя проявляется, и люди так, типа, да, что-то неожиданное у человека. Ну, то есть вот это наш, весь наш спектр проявлений, да, то есть вся та сила, которая наша, вся та сила, которая должна быть правильной, потому что она нам дана, и она нужна. Для нас же разные очень взаимодействия. Это не только про то, что, ну, вот, возвращаются какие-то вот прям четко определенные, да, бывает очень неожиданно. А бывает еще, когда ситуация, ну, например, вот тоже, когда наши теневые стороны не принимаются, да, вот у меня была ситуация личная, когда там пятилетняя девочка, ну, я пятилетняя, мне не нужен этот мир, я темная, я, в общем, вы меня здесь не принимаете. И прямо она физически, ну, то есть я видела, цвет кожи темный, то есть как будто ее углем вымазали меня, и, ну, там с ней много пришлось, вот, как бы, и... То есть она не верила ни в любовь, ни в свет, ни во что, ну, то есть там прям большая работа была, такая достаточно для тебя. Так что это путь, который, ну, прям вот, дороги, которые открываются, и никогда не знаешь, чего и как придет. И я к ней вот с этой вот, ты тогда с любовью там, а там было прям такое сначала нет, и тут уже животная сила очень хорошо помогла. Вот животному силу она доверилась сразу, потому что она его знала, и вот тут, и он скорее ее подводил постепенно-постепенно, и вот пока она стала готова, все посмотрела, все, ну, потом уже стала она готова на контакт со мной. А было, ну, период, когда... Ну, знаешь, для меня это была большая тоже внутренняя работа, что я готова, ну, то есть что во мне есть вот эта часть, да, ну, то есть что, ну, точнее, она есть вот там сейчас, не во мне, а вот там, да, и что, ну, я ее приняла, ну, то есть когда я вот максимально стала готова к ее принятию, потому что со мной духи тоже работали, да, то есть я ее запросила, а к принятию была не готова. И она пришла, ну, вот, знаешь, это поменяло жизнь, это поменяло жизнь на то, что я стала, ну, понимать, да, вот сейчас я вот так вот, да, сейчас вот я вот сейчас слышу, да, вот какие-то чувства из-за этого, все, да, я сейчас злюсь, я сейчас... И я стала, ну, проявлять их, но, знаешь, как это... Не убивая окружающих. Но это мне, спасибо, розан мне помог в том, чтобы научиться, через телесная практика научиться проявлять свои чувства, но при этом не разрушая все окружение. Да, ну, иногда, иногда вы понимаете, что, ну, лучше, да, сейчас все разнесу, и я знаю. Спасибо. Вот. Ну, то есть, да, это большая получилась внутренняя работа и моя, и вот, и у духов, и у той части меня. Ну, я сейчас очень рада, что она есть, потому что, вот, благодаря ей я могу ходить, вот, когда, ну, как раз вот работа с теней, с теневыми вот этими всеми сторонами, у нее есть туда хороший проход, и мы можем туда ходить и общаться, и я уже так, типа, куда мы попали, что мы там с этим... Нет, нормально, да, это часть жизни. Что значит, правда, теней, это практика с теней? Нет, ну, когда мы попадаем, ну, если психологически беззакон сказать, когда мы попадаем в непринимаемые, неосознаваемые чувства, которые, ну, вот, там, может быть, гнев, ярость, там, злость, ненависть, да, ну, вот такие вот яркие и четкие, да, и вот, когда вот эти части приводятся, части души связаны с вот этим, и уходят они в определенные места чаще всего, да, и я смогла, кстати, после этого ко мне вернулась, вот это моя часть, я смогла с этим работать проще, как в шаманской практике, так и, например, ну, в розан практике, когда человек на столе, сначала он не может позволить, а потом я ненавижу прям, вот, я чувствую, я чувствую, что я ненавижу, там, там, ну, нет, свою мать, да, отчасти же бывает перенос, да, и вот это, я ненавижу, там, как, ну, там, что, и, понимаешь, выразить это чувство, оно не разрушится, и не разрушить окружающего, очень часто у людей, боясь же, что если они это чувство проявят, да, то все весь мир вухнет, потому что это, ну, какой-то детский, ну, как раз это та самая травма, которая очень плохая, вот, вот, вот так. Есть ли тоже еще какие-то вопросы, да, потому что мы с вами сделаем сегодня зов, мы, в принципе, дальше пойдем, у нас есть еще одно предварительное путешествие, потом у нас будет большая церемония, и сегодня это будет круг, а не лодка, потому что круг, как мне духи тоже показали, это большая поддержка и все-таки большая мягкость, вот для этой работы сегодня больше нужна мягкость, а лодка это такое целенаправленное движение, и лодка часто помогает, когда, ну, либо часть души, либо животные силы в труднодоступных местах каких-то, вот тогда лодка, ну, это вот сегодня они мне утром рассказывали, вот, и потом будет работа в парах, ваша друг для друга, и потом общее путешествие, может быть, будет танец, потому что танец очень хорошо помогает принесенной энергии разойтись по телу, танец силы, то есть занять свое место, и будет еще путешествие, которое, ну, вот, завершающее, интегрирующее. Субтитры создавал DimaTorzok